Всем привет! С вами Олесь Селезнева. И сегодня я в гости пригласила Лилю для того, чтобы мы затронули сегодня очень интересную и всех волнующую тему. Это тему ухода за лицом, за кожей лица. И первый вопрос, прежде чем задашь мне вопросы ты, я хотела бы Лилю задать тебе. А как ты считаешь вообще, от чего зависит красота, сияние лица женского? Очень много факторов. Как мы ухаживаем за собой. Немаловажно, мне кажется, что мы едим. Да много всего. То есть от факторов, от внешних факторов все это зависит. На самом деле Лиля очень правильно сказала, потому что многие считают, мне ухаживать за собой не надо. Я достаточно молодая. Лиля у нас девушка очень молодая. И я нанесу губную помаду, тональный крем, подкрашу реснички и буду красавицей. Но на самом деле от того, как ляжет макияж, зависит от того, насколько правильно мы ухаживаем за кожей. И даже если мы пользуемся очень дорогой, качественной декоративной косметикой, если у нас состояние кожи, скажем так, не айс состояние, то эффекта может не состояться. Лиля, как ты считаешь, из каких этапов должен состоять ежедневный уход за лицом? Я думаю, что это очищение должно быть, тонизирование кожи и увлажнение питания. Здорово. И здесь мне опять повезло, потому что Лиля назвала все самые важные этапы. Просто многие девушки недооценивают первый этап очищения. Они считают, что у меня есть проблемы с кожей. Например, зимой начинает кожу стягивать или, например, излишний жирный блеск. И девушки используют просто крема. Увлажняющий, дневной, ночной, неважно какой, но кожу не очищают. Поэтому первый этап очищения, уважаемые зрители, очень важен. Почему? Потому что если мы не очищаем кожу, кожа у нас состоит из пор, через которые все проникает. Кожа дышит благодаря тому, что у нас есть поры. Она как губка все впитывает. Тот тональный крем, который мы наносим, пудру, те выхлопные газы, которые есть на улице. В общем, все-все-все откладываются у нас на наши слои кожи. Естественно, если кожу не очищать, соответственно, что будет происходить? Слой на слой, слой на слой. Отсюда появляются черные точки, а потом и прыщи. В общем, картина очень даже не очень некрасивая. Тогда давай в следующем вопросе разберемся. Достаточно ли для очищения использовать воду или нужно какое-то очищающее средство? Как ты думаешь? Я думаю, что нужно какое-то очищающее средство. Совершенно правильно. Потому что, представьте такую картину, вы хотите отмыть жирную сковородку, на которой жарили пирожки, просто водой. Получится ли у вас это? Ну, я уверена, что нет. То есть жир, он никак не смоется. То же самое и у нас на коже. Кожа у нас работает 24 часа в сутки, даже если мы не наносим декоративную косметику. То есть сальные железы работают и так далее. И вот эти жиринки, грязь, все нужно из порочек вымывать. С этим справится только профессиональное средство. И вот сегодня я буду знакомить Лилю и, соответственно, буду знакомить вас с чудесной серией, серией Бэри Микс от компании Армель. Могу сказать, что это салонный уход у вас на дому. Даже если вы ходите к косметологу, такие процедуры тоже периодически важны, да, нужно поддерживать этот эффект. Поэтому точно так же, как, например, мы окрасили волосы, да, нужно мыть хорошим шампунем, чтобы цвет не вымывался, да, чтобы состояние волоса поддерживать. Точно так же и за кожей нужно ухаживать и поддерживать уход. Итак, первое средство, которое мы наносим, это очищение. И здесь компания Армель представляет нам крем-пилинг для ежедневного ухода. Может быть, тебе покажется странным, как же пилинг, к слову, да, и ежедневный уход, ну, немножечко несовместимо. Могу сказать, что есть пилинги такого химического, да, происхождения, которые можно наносить раз в неделю, в две, и которые, ну, очень так щедро отшелушивают кожу. Наш пилинг энзимный, туда входят некие другие ингредиенты, поэтому он очень бережно очищает кожу. Я тебе сейчас нанесу текстурку на руку, ты вот так потри и посмотри, насколько там нежные частички и как они работают. А я тем временем объясню, что здесь, как можно нанести средство, как просто нанесла массирующими движениями по массажным линиям, нанесла и смыла. Тогда это средство будет действовать именно как очищающее средство для ежедневного ухода. Но если ты чувствуешь по коже, что тебе нужно, скажем, сделать именно пилинг, да, то ты это средство наносишь и оставляешь на 10-15 минут. И тогда это средство действует уже как скраб. И достигается это не путем именно вот этих вот отшелушивающих частичек, а именно содержанием кислоты. Если это средство нанести и быстро смыть, оно будет действовать как очищающее средство для ежедневного ухода. Но если ты хочешь достичь эффекта именно пилинга, то его можно нанести на 10-15 минут, и это будет уже эффект пилинга. И эффект пилинга достигается именно содержанием тех компонентов, которые именно отшелушивают. То есть здесь содержится папаин, который обеспечивает бережное отшелушивание кожи. Это средство будет повышать тонус кожи, даже разглаживать мелкие морщинки. Мы знаем, что любая профилактика это лучше, чем лечение. Соответственно, морщин тоже самое касается. Если морщина уже глубокая, здесь поможет только, скажем так, инъекция. А если морщинка маленькая, то есть когда они на стадии зарождения, мы их даже можем не видеть, то вот такое мелкое отшелушивание, оно как раз-таки может нам и помочь в этом. И в целом это средство будет придавать такой здоровый, ухоженный вид за лицом. Кожа будет сияющая, чистая, свежая. Вот скажи, ты нанесла средство. Какие у тебя ощущения после того, как ты массирующими движениями провела? У меня нет вот этого ощущения. Бывает, когда прям грубое такое. Прям очень нежное. Текстура правда очень приятная. Вот, поэтому еще раз акцентирую внимание, что это бережное, глубокое очищение, благодаря которому и запускается процесс обновления и регенерации клеток кожи. Поэтому первый этап это очищение. Нанесли, смыли водичкой. Дальше хорошо будет, как ты правильно сказала, если нанести тоник. Но не все тоник любят. И пока в нашей линейке тоника нету, можно заменять своим любимым тоником. Дальше, если это день, мы наносим дневной крем. Если это ночь, мы наносим ночной крем. В чем отличие этих кремов? В основе, что дневного, что и ночного крема, лежит экстракт северных ягод. И даже сейчас, когда я тебе нанесу, ты можешь понюхать запах, ты почувствуешь, что именно он пахнет такими ягодками лесными. Сюда же входят натуральные аминокислоты, масло жажаба, масло виноградной косточки. То есть уже по названию понимаешь, насколько полезны эти компоненты. Гиалуроновая кислота это то, что входит в всю линейку. Возможно, знаешь, возможно, не знаешь. Я поясню, что гиалуроновая кислота это тот компонент, который содержится в любой коже. И с годами гиалуроновая кислота постепенно вымывается из кожи и уже ничем не восстанавливается. То есть нельзя, например, выпить какой-то коктейльчик и возобновить эту гиалуроновую кислоту. С помощью инъекций, да, можно. Но инъекция это не всегда, скажем так, такой радикальный способ. Не все. У инъекций тоже есть свои но. Здесь нужно понимать. Поэтому, если мы используем хорошие, качественные крема, а именно эта линейка протестирована мной, и я могу сказать однозначно, что мне не стыдно предложить такое качество своим клиентам, то идет такой накопительный эффект. Это как ванна. Если мы открыли кран и набираем ванну, но у нас пробка внутренне закрыта, у нас идет все время утекания воды. А если мы закрыли крышечкой, вода накапливается, накапливается, и ванна наполняется. Вот так же и средство. Поэтому этот крем, он не повредит уже даже молодой коже, да, то есть это будет уже идти профилактика. Крем восполняет гидролипидный состав, да, то есть защищает кожу от агрессивного воздействия внешней среды, глубоко влажнеет и питает кожу. Этот крем будет сейчас очень актуален в осенне-зимний период, потому что начинаться будут ветра, холода, отопление в квартирах. И, кстати, могу сказать из практики, летом этот крем шикарный, потому что у него очень легкая текстура, и кожа, она не закупоривается, она продолжает дышать. И многим это ощущение очень нравится. Если кожа жирная, то этот крем еще и слегка матирует кожу. Поэтому подойдет, в принципе, ну, для любого возраста этот крем. Давай я тебе тоже нанесу на ручку, ты попробуешь текстуру этого крема, и обязательно продегустирую аромат этого крема. Сейчас съем руку. Рука превратилась в ягодки, да? Прям очень вкусно. Как ягодный такой коктейльчик, да? Есть такое ощущение? Обязательно сейчас обратите внимание, как этот крем впитается. То есть это тоже очень важный фактор, чтобы крем не оставался на коже. В связи с этим могу сказать, что крем очень экономичный. Я вот сейчас одно нажатие нанесла, и у Лили почти вся рука, да? Вот. То есть, в принципе, на кожу достаточно 1-2 нажатия. И как вы можете заметить, крем идет с дозатором. То есть это уже говорит о высоких технологиях, производства этого крема, когда мы не пальцем в крем залазим, да? Потому что на коже у нас в любом случае есть какие-то бактерии, пылинки, остатки какого-то другого крема. И при воздействии вот этого кислорода с бактериями крема могут просто быстрее портиться. Вот. Ну, а ночной крем, он также содержит экстракты северных ягод, пантенол, также содержит гиалуроновую кислоту, масла оливы, жажаба, косточек миндаля, лицетин. Все это глубоко увлажняет, питает кожу, регенерирует. И основная функция ночного крема это восстановление кожи после интенсивного дня. Вот. Поэтому, когда мы пользуемся в комплексе, эффект, конечно, достигается наиболее лучший. Вот. Поэтому дневной и ночной крем должны быть в арсенале любой девушки. Ну, и если у нас есть уже проблемы с кожей, ну, например, морщины, да, которые не хотелось бы иметь, если у нас есть раздражение, шелушение, покраснение и так далее, то есть явная проблема, я могу вам сказать, что вот эта сыворотка, она должна быть как средство в аптечке вашей для лица. в этой сыворотке, она также идет с гиалуроновой кислотой, но она проникает более глубоко. Это вот действительно такая волшебная как бы инъекция, как бы инъекция. Это комплексное решение проблем с сухой, раздраженной, уставшей и увядающей кожи. Также подходит для всех типов лица, да, для всех типов кожи, не лица, а кожи. Я скажу, что она защищает от фотостарения, разглаживает морщины, повышает тонус кожи, способствует глубокому увлажнению, снимает раздражение, воспаление и, что немаловажно, образует защитную пленку, которая препятствует потере влаги. То есть, как я уже говорила, гиалуроновая кислота это природный компонент кожи, она просто будет ее восполнять. Как ей нужно пользоваться? А сыворотку в любом случае мы наносим всегда до крема. Если мы наносим сначала крем, потом сыворотку, то крем просто не проникнет в вашу кожу. Итак, вы видите, что в сыворотке есть ампулки. Очень удобное применение. Вот одной ампулки хватает на 3 дня. Больше 3 дней она не хранится. Мы отламываем колпачочек. Нужное количество нанесли, причем здесь есть дозатор, мы можем прямо в морщинку нанести, по линии морщинки. Либо, если можно, и на все лицо. Зона под глазами, носогубная складка, все проблемные зоны женские, либо отдельно, либо на все лицо. Остатки, которые останутся, нужно поместить в холодильник. Вот в таком состоянии эта сыворотка хранится, открытая не больше 3 дней. Если вы наносите, и у вас кожа быстро ее поглощает, это говорит о том, что кожа просто изголодалась вот по этим питательным веществам. Как знаете, бывает, что очень сильно хочется пить. Выпиваешь стакан, такое чувство, что не напился, и хочешь еще. Такое же состояние бывает и у кожи. Если у вас такое состояние, значит, это говорит о том, что это просто незаменимое средство сейчас для вас, и кожу нужно сначала восстановить, чтобы почувствовать эффект. Поэтому такие вот основные средства. После этого уже можно наносить и тональный крем, или пудру, в общем, наносить уже макияж. И еще одно средство, про которое я не могу рассказать для девушки. Мы же знаем, что у женщины есть три паспорта. Лицо, шея, руки. Поэтому про лицо мы проговорили. За шеей, кстати, мы также ухаживаем, как и за лицом. И, конечно, крем для рук, потому что кожа рук, она подвергается ежедневному воздействию. Мы моем посуду, мы убираемся, мы ходим на улице. Да, холод. Опять же, все эти воздействия негативно влияют на кожу рук. Так вот, некоторые девушки с лицом еще как-то ухаживают, а про руки забывают. А руки, друзья мои, также выдают возраст женщины, как и лицо. И поэтому из этой же серии есть шикарный крем. Он содержит ценные масла жажаба, экстракты северных ягод, нами всем уже полюбившиеся, которые смягчают огрубевшую кожу рук. А компоненты натурального увлажняющего фактора подарят комфорт и увлажнение на весь день. Я тоже хочу, чтобы ты этот крем протестировала и сказала мне и тем, кто смотрит это видео, свои ощущения. Кстати, мы не сказали про крем для лица, который есть или он уже впитался? Он уже впитался. Достаточно быстро он уже впитался. По ощущениям крем для рук напоминает он тебе текстуру крема для лица? Вот насколько он комфортен? Есть что-то такое, но у меня вот есть проблема как бы с некоторыми линейками для лица. Они на коже лица еще нормально, а вот на коже рук они прям начинают тянуть. И вот с этой линейкой прям все отлично. Я прям пыталась, и кожа мягкая стала. Тут прям, в общем, как мамины руки. Здорово. Да, еще очень важно, вот Лиля правильно сказала, мамины руки. Многие из вас имеют деток, имеют мужей. Немаловажно, какими руками мы прикасаемся к самому любимому, ценному. Если это кожа рук огрубевшая, неприятная, то скорее всего ребенку будет неприятно. А если это руки мягкие, ухоженные, приятно пахнущие, то уже и эмоции будут положительные, и настроение у всех будет хорошее. Али, скажи, пожалуйста, вот ты протестировала линейку, у тебя сложилось первое впечатление. Как правило, первое впечатление, оно не обманчивое, да? Хотелось бы тебе начать пользоваться такими кремами или дополнить там свою линейку, которая у тебя есть на сегодняшний день? Да, я не приобрела все. Все в целом. Потому что, ну, по отдельности, как бы, смысла я не только не поделила. Угу. Отлично, что все, ну, в принципе, результаты, я обязательно приобрету в ближайшем году. Здорово. Итак, Лили очень правильно акцентировала на том момент, что нужно брать серию, чтобы понять эффект, да? Пропользоваться нужно как минимум 3-4 недели, чтобы получить результат. И, как видите, с первого впечатления эта линейка, ну, себя хорошо зарекомендовала. Поэтому мы приглашаем вас на дегустацию данной линейки к нам в офис в городе Оренбург по адресу улица Пролетарская, 27. Если вы находитесь в другом городе, вы можете найти представителя компании Армель, связаться с ним и протестировать данную шикарную линейку. Всем, кому понравилось данное видео, ставим лайки и подписываемся на канал. Надеюсь, что вы сегодня для себя узнали что-то новое, интересное. Это поможет вам стать еще успешней, увереннее в себе. С вами была Алиса Селезнева. До следующих видео. Всем пока-пока. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин